Здравствуйте! Это программа «Наши новости» в студии Татьяна Динер. Смотрите сегодня в выпуске. Нелюди или жуткая случайность? Барнаульской школьницы плеснули в лицо кислотой. Бесхозный стратегический объект. Правда ли, что старый мост в краевой столице могут закрыть? От оврага до заповедника. Считанные часы остались на то, чтобы заявить любимое место на конкурс ТОП-100 уникальных объектов Алтайского края. Алтайские исследователи оценят действия сотрудников МЧС после гибели людей во время наводнения. Этой весной паводок унес жизни двух жителей края, один из которых не дождался эвакуации. О ходе этого и других резонансных расследований сегодня журналистам рассказали в Следственном комитете края. Статус свидетелями на в таком качестве в деле о получении взятки проходит сегодня депутат КЗС и бывший главврач Краевого онкоцентра Александр Лазарев. Аналогичный статус и у депутата Гордума Кристины Юстус. Напомним, громкое расследование началось в конце прошлого года. Тогда заместителя главврача онкоцентра улечили во взятке в полтора миллиона рублей. Следователи пояснили, разбирательство затянется. Закупает, много-много-много контрактов заключается. И вот возникают вопросы, почему они с одними и теми же фирмами, как проводятся конкурсы и так далее. Еще суммы большие. Другая история. Месяц назад на территории одной из барнаульских школ на 7-летнюю девочку упала часть бетонной ограды. Версия руководства школы о том, что причиной происшествия стало землетрясение, не подтверждается. Эти плиты крепились металлическими скобами, сваренными. И в одном месте отошла эта сварка. Не знаю почему, то ли металл такой, то ли сделано не так. То есть проектировано. Технические моменты все эти утрясем и примем решение. По-прежнему на контроле уголовное дело о детском спортивном клубе в одном из аварийных домов Барнаула. Подозреваемый владелец секции. Но, как заявили следователи, в ходе разбирательства проверят и действия администрации, разрешившей открыть там клуб. В центре внимания следователей 14 уголовных дел по факту невыплаты заработной платы. Тысячи сотрудников задолжали больше 30 миллионов рублей. Самые злостные нарушители закона по данному факту – Заринское предприятие «Цементы» на Валтайский завод ЖБИ. Их общий долг перед сотрудниками – 15 миллионов рублей. Долги уже ликвидированы. Татьяна Голубева, Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. Школьницу из Барнаула облили кислотой. Девочка, инвалид детства, получила серьезные ожоги лица. Мама несовершеннолетней написала заявление в полицию, но виновных пока не нашли. Желая наказать преступников, женщина обратилась в СМИ. И сегодня Следственный комитет края по данному факту начал проверку. Подробности жуткого происшествия в сюжете Валентина Аскеровой. Инцидент произошел здесь, на улице Антона Петрова, под окнами этого дома. 15-летняя девочка возвращалась домой из школы и как раз проходила здесь. В этот момент из окна первого этажа кто-то плеснул кислотой ей прямо в лицо. Испуганные родители отвезли девочку в ожоговый центр. Врачи диагностировали. Химические ожоги первой-второй степени. Еще сантиметр, и ядовитая жидкость попала бы в глаз. Мама Люды с ужасом вспоминает день, когда испуганная дочь забежала в квартиру. С ужасными ожогами на лице. От шока девочка не смогла произнести ни слова, только кричала от боли. Там все вот так взбугрилось, пошло потеками вот это. Конечно, страшное зрелище пошло. Во дворе была грязь, и она пошла по отмостке дома, чтобы с сухой ногой прийти домой. Где-то прошла на полдома, увидела мужскую руку и кружку. Не успела вернуться, и плеснули в лицо. Раны промыли холодной водой сразу к врачу. Несмотря на заключение о диагнозе, медики пока не знают о том, что за вещество вызвало химический ожог. Скорее всего, делают предположение родители. Это была уксусная кислота. Пострадавшая говорит, что теперь больше всего она боится не шрамов, которые могут остаться, а того, что виновных не найдут. Ведь пострадать могут и другие. Напугалась? Напугалась. Заверили врачи, что все пройдет? Никто еще не знает. Это может пройти, может нет. А тебе не кажется, что это могло быть случайно? Ну, а зачем выплескивать? Сегодня следователи выехали на место происшествия, проводят опрос свидетелей. Будут проводиться следственные действия, именно беседа с родственниками потерпевших, с самой девочкой. Также будут устанавливаться именно лица, которые причастны к данному происшествию. Следователям предстоит выяснить, случайно ли произошел инцидент. Есть версия, что выплеснутая из окна жидкость – смесь для приготовления наркотиков. Валентина Аскерова, Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости. К другим темам. Завтра в крае начнут обсуждать, как будут воплощать в жизнь задачи, поставленные президентом в своем послании. Дискуссию организовали представители «Единой России». Об этом журналистам рассказал секретарь регионального отделения партии Александр Романенко. Тезисы, они сегодня есть. Их изложил президент в своем послании. Речь идет сегодня о том, как субъекты Российской Федерации, как конкретные территории будут реализовывать данные послания президента. Вот в этом будут предложения. В Алтайском крае выбрано четыре площадки – Барнаул, Бийск, Крупцовский, Заринск, где сформулируют предложения по развитию экономики, бюджета, экологии и других сфер. Причем в каждом городе выбрана своя, наиболее острая тема. К примеру, в Бийске – это городская среда, а в Заринске – экология. Дискуссию представители партии планируют сделать открытой с привлечением максимального числа жителей региона. Партийная принадлежность значения не имеет. Важна готовность совместно решать задачи, отмечают организаторы. Первое обсуждение состоится уже завтра в Бийске, а 27 апреля в Барнауле подведут итоги. Затем сформируют резолюцию, которую направят в Москву. Такие же документы придут и из других регионов страны, на основании чего будет разработана программа партии до 2026 года. Доходы краевого бюджета увеличиваются на 3,5 миллиарда рублей. Сумма привлечена за счет средств, дополнительно распределенных правительством страны. Соответствующий проект закона в целях повышения зарплаты бюджетникам внес в АКЗС Александр Карлин. 2 миллиарда рублей направят на повышение оплаты труда бюджетников в связи с увеличением МРОД. Об этом сообщает официальный сайт Края. С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда в России повысится до 11 163 рублей. Добавим, общий объем доходов Алтайского края на 2018 год – 94 миллиарда 321 миллион рублей. В этом году в Барнауле появится первая зарядная станция для электромобилей. Ее установит компания «Алтаэнерго». Развитие сети зарядных станций – один из приоритетных проектов Россетей. В сибирском регионе в рамках этого проекта действуют уже 4 электрозаправки. Одна в Кемерове и три в Красноярске. Где будет располагаться барнаульский объект – пока неизвестно. По данным открытых источников, сегодня в нашем крае есть всего 9 электромобилей. Их владельцы уверены – за такими машинами будущее. Ведь это не только экологично, но и экономически выгодно. Цена на топливо растет значительно быстрее, чем на электричество. Тем более, что на рынке появляются весьма недорогие электромобили. А в Заринске вырастет цена за проезд в городском транспорте. Она сравняется с барнаульской. Повышение произойдет с 1 мая. Пока стоимость билета в автобусе составляет 18 рублей. Предложение поднять цену на 2 рубля поступило от двух перевозчиков, которые обслуживают городской транспорт. Такое решение они вынесли, исходя из экономических расчетов. В настоящее время по городу курсирует 20 автобусов по 6 маршрутам. А вот барнаульским водителям общественного транспорта пока не удается поднять стоимость билета за проезд, хотя эта идея витает в воздухе с осени прошлого года. Мэр Бийск Александр Студеникин сегодня отчитался перед бийчанами и депутатами Гордумы о работе администрации Наукограда за минувший год. Особую обеспокоенность городоначальник высказал по поводу демографической обстановки. Уровень рождаемости заметно снизился. По мнению Студеникина, причиной тому миграционный отток населения. Чтобы стабилизировать процесс, власть разрабатывает меры поддержки молодежи. Так, в прошлом году жильем обеспечили свыше 40 семей и в планах еще 90. Что касается бюджета города, за прошедший год удалось полностью погасить коммерческие кредиты. Пока остается открытым вопрос ремонта бийских трасс. Ежегодная потребность на обновление дорожной сети не менее 200 тысяч рублей. Будут ли у города такие средства, ответить однозначно мэр Наукограда не смог. Депутаты Гордумы отчет мэра в целом одобрили. 17 человек проголосовали за, 8 против и 1 воздержался. Старый мост в Барнауле могут закрыть. Переправа через Обь давно находится в аварийном состоянии. Осенью арбитражный суд принял решение передать мост в федеральную собственность, так как местные власти не в силах содержать и ремонтировать объект. Но в Росимуществе исполнять решение суда не торопятся. Подробнее расскажет Ирина Корчагина. Старый мост повесился. Такие комментарии слышны от проезжающих водителей, которые каждый день попадают в огромную пробку. Этой переправе почти 60 лет. На ней давно пора усилить плиты, заменить швы асфальта и далее по списку. Те, кто ищет короткий путь от Новоалтайска, вместо 20 минут добираются до города за час. Просто там из-за двух ямок такая пробка каждый день. Долго добираемся. Вот здесь вот пробка от Присягина, среднюю минуту по 40 стоит. Да страшно там ездить. Едешь и боишься. В ноябре 17-го года старый мост со скрипом сняли с баланса мэрии, передали в собственность Росимущества. Минстрой Транскрая несколько раз обращался в федеральное ведомство с просьбой определить, кто будет содержать и ремонтировать старый мост в Барнауле. Однако до настоящего времени этот вопрос не решен. Вот он может вообще рухнуть в любой момент. А камеру можно выключить? Я вам объясню. Уже не на камеру сотрудник Росавтодора пояснил нам, что мост никто не хочет брать под свою опеку. В мэрии говорят, что объект может перейти в Росавтодору и, скорее всего, новый собственник решит закрыть объект, а не ремонтировать его. Еще одним владельцем моста может стать компания «Российские железные дороги». Мы сегодня доказали, что коммунальный мост по своему функционалу должен относиться к федеральным структурам. Вместе с тем мы понимаем, что если не поднимать вопрос о его реконструкции, все останется на прежнем уровне. По оценкам экспертов, ремонт коммунального моста будет стоить не меньше 1 миллиарда рублей. В ГИБДД и вовсе поднимают вопрос о закрытии моста. От греха подальше. И это вряд ли обрадует 17 тысяч автомобилистов, которые ежедневно проезжают по путепроводу. Возрастает нагрузка на новый мост, а строительство третьего моста через Обь начнется не раньше 2020 года. Да и обойдется он около 50 миллиардов рублей. А судьба старого моста хоть и определена, но неизвестна. В интернете появляются горькие шутки. Ирина Корчегина, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. Наши новости. Все больше земляков при выборе квартиры в новостройке отдают предпочтение экономичным домам. В идеале коммунальные платежи за такое жилье должны быть в разы меньше, чем на вторичном рынке. Но владельцы квартиры одной из барнаульских новостроек столкнулись с обратной ситуацией. Почему? Разбиралась Анастасия Дороган. Александр Долуденко выбрал квартиру в этой новостройке как экономной в содержании. У дома есть собственная котельная. Сначала будущий новосел познакомился с управляющей компанией и с некоторыми жильцами убедил обслуживающую организацию разрешить им сразу перейти на эконом-режим, то есть пользоваться индивидуальными счетчиками. В компании пошли навстречу. Управляющая компания выставила такое, скажем так, ультиматум, что она будет принимать приборы учета, только если будут сняты все квартиры. Все показания счетчиков будут переданы непосредственно управляющей компанией. Поэтому мы с жильцами создали инициативную группу и раз в месяц ходили, снимали все показания. Пока длится ремонт, думал Александр, платежи за нежилую и заявленную экономную квартиру будут копеечными. Спустя год, к осени 2017-го, люди заметили, суммы отнюдь не маленькие. Больше половины съедает плата за общедомовые нужды. Всего лишь 0,4 гигакалория, а у ДН мне выставили 0,7 гигакалория. И сумма, на самом деле, более-менее, по-божески, округленно 2,200. В то же самое время, за февраль, достаточно тоже теплый месяц, мне насчитали 3,5 тысяч. Жители обратились к управляющей компании с просьбой организовать проверку. И выяснилось, все это время люди платили неправильно. Их индивидуальные приборы учета на тепло официально не введены в эксплуатацию управляющей компании. Собственников перевели на общедомовый счетчик, сделали перерасчет за год. У некоторых вылез долг, в среднем, по 5 тысяч рублей. Жители возмущены. Говорят, обслуживающая организация должна была проследить за своевременной приемкой счетчиков. Нет, не должна обязанность собственников, когда собственник въезжает в помещение жилое, согласно 81 пункту 354 постановления, обратиться в управляющую организацию с заявлением о том, чтобы приняли в эксплуатацию его приборы учета. Госжилинспекции об этом доме знают. Из-за обращений жильцов уже дважды оценивали правомерность действий компании. Нарушений не нашли. Но теперь управляющая компания пойти навстречу людям вновь не может. Привезти их на индивидуальные приборы учета возможно, когда соответствующие заявления подадут все, без исключения жильцы. Где-то две трети введено в эксплуатацию. Соответственно, и начисление производить, или говорить о том, что необходимо производить с принятием индивидуальных показаний, пока не представляется возможным. Но оставшиеся трети квартиры либо нет хозяев, либо они еще не заселились. По статистике, госжилинспекции Края ежегодно с проблемой не введенных индивидуальных приборов учета, к ним обращается десятая часть жильцов всех новостроек в Барнауле. Специалисты советуют людям внимательнее относиться к приему жилья. А владельцам квартир на Комсомольском 44 остается лишь ждать, когда их дом полностью заселится и станет действительно экономным. Анастасия Дорога, Николай Шелко. Наши новости. Сегодня в Барнауле прошли консультации с филологами по итогам тотального диктанта. Каждый, кто не остался равнодушным к своей оценке, мог прийти на разбор полетов. Результаты работ стали известны накануне вечером на сайте проекта. Пятерку можно было получить при допущении только одной пунктуационной ошибки. Эксперты отмечают, что плохая оценка – лишь повод подтянуть знания. На ежегодный экзамен грамотности в краевой столице пришли более 700 человек. 25 апреля в библиотеке имени Шишкова пройдет церемония награждения отличников тотального диктанта. В Барнауле их 38. Сегодня завершается прием заявок для участия в конкурсе ТОП-100 уникальных объектов Алтайского края. Интерактивный проект проводит Краевое отделение Русского географического общества при поддержке депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. С середины февраля организаторы принимали заявки, фотографии с описанием тех мест, которые, по мнению жителей, достойны внимания туристов, ученых и этнографов. Представить на конкурс можно было любой объект. Главное – объяснить, в чем его уникальность. Заявки, которых уже больше 200, принимают на сайте проекта и в региональном офисе Русского географического общества до 12 ночи сегодняшнего дня. С 23 апреля по 10 мая начнется народное интернет-голосование. Итоги подведут 18 мая. Собранные материалы будут использованы при создании информационно-печатного издания, посвященного уникальным природным и культурно-историческим объектам Алтайского края. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Черникафорте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черникафорте – для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей части территории края облачно, но без осадков. Днем в Змеиногорске – 4 градуса выше 0, плюс 7 в Валейске, Бийске и Заринске – около 13 градусов тепла в Кулунде. В Барнауле ветер юго-западный умеренный. Ночью – минус 3 градуса, днем – около 7 выше 0. И на сегодня это все новости. Хорошего вам настроения и до встречи. Петр Логвин воевал на Западном, Центральном и Воронежском фронтах. В 43-м году в бою за плацдарм на правом берегу Днепра трижды водил взвод в атаку. У одного поселка проник со взводом в немецкий тыл, где уничтожил расчет и захватил орудие. В другом бою уничтожил пулемет вместе с расчетом. За это ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова